Третье занятие. Добавление новых записей и удаление имеющихся. Работаем мы сейчас с файлом ravine.start2 результат второго занятия и файл index.list, который был сделан для построения этого указателя. Смотрите, какая здесь интересная вещь получилась. Тут получилось, что баллоканта 2 с индексом 2, хотя должен быть одна запись и поиск о раме тоже с индексом. Это просто недогляд мой. Я взял тексты вот эти, которые, и когда подбирал, оказалось, что эти записи повторились два раза. Вот здесь видите, скрипт сам показывает, что записи повторены. Иногда такие повторы нужны. Об этом будем попозже говорить. В данном случае была просто ошибка. Одну запись обработал, а индекс остался. Когда будем приводить это уже к виду для указателя, этот индекс надо будет просто стереть и все. Потому что это простая ошибка. Есть более интересные вещи. Вот допустим, нам сюда надо добавить вишну Пурана. Что-то здесь нужно сделать. Нужно пойти в индекс-лист. Вставить в конец, вставить в конец, добавить новую строку, строка, одну под выделенными. Нам же один термин добавить надо. Вставляем. Вставленный термин должен быть того же абзацного стиля, какой он нужен. Первый или второй, какой вам нужен. В данном случае у нас это первый уровень. Этот термин ставим сюда. Из него получше Глеб запрос нужный. Дальше. Если по предыдущим занятиям скрипт GetInfoForSearch Вот новый загружаем. Курсор в тексте. Извините, Глеб запрос. Вот мы сделали. Но работать не будет. Вот то, что сейчас есть, работать не будет. Потому что здесь нет указателя, что эту строку надо обработать. Или номер такой. Любой знак здесь поставить. И тогда она будет обработана. Эта строка. Отсутствие этой записи. Иногда нужно иметь в указатель строки попадают. Но их обрабатывать не надо. Вот этот знак, как раз это указатель. Итак, у нас все есть. Мы добавили строку. Это нам скрипт уже не нужен. Мы можем снова загрузить наш скрипт. Подготовки указателей. Так, вот видите, этот файл надо сохранить. Потому что нужно, при запуске этого скрипта требуется, чтобы был открыт только один файл. Сохраняем. Загрузить. Вот эту строку выбираем. Нам нужно найти только вот эту строку. Подготовить. И говорят, что надо искать в файле. Не в материале, а в файле. Обработать. Вот то, что ищется. Вот найдены четыре записи. Можно поглядеть, где эти записи есть. Эти пиктограммы стоят по центру, потому что я запускаю сейчас ту версию, которую я подместил в предыдущий архив. Вот по алфавиту они идут. Вишну, Пурана. Вот. Видите, записи добавлены. Теперь следующий вопрос. На предыдущем занятии были добавлены Ильяна и Одиссея. Но представьте, что пришла такая вводная, что надо вот эти записи убрать. Оставить только Гомер Ильяна и Гомер Одиссея. Для этого есть скрипт, который делает именно вот это. Вот самим сейчас, смотрите, сейчас теоретически якобы можно взять и удалить вот эту запись, вот этот маркер. Эта запись тогда из указателя исчезнет. Вот цвет останется. А поскольку мы здесь работаем не только со словами, но и с цветом, для того, чтобы, допустим, у нас есть сказание о раме. У нас сначала будет сказание о раме, а потом будет сказание слово «рама», если оно нужно. И за счет того, что мы обработанный термин подкрашиваем цветом, в сказании о раме слово «рама» отмечено не будет. Так что цвет – это важно. Поэтому для того, чтобы и удалять, в данном случае удалять термин, и удалять цвет, не используем, есть другой скрипт. Вот, надо выделить текст чуть побольше, чтобы черный был захвачен. И вот здесь удалить ненужные знаки. Да, я только сейчас заметил, что они у меня очень похожи. Итак, выделим текст, то, что нужно удалить. И все. Маркеров нет, цвета нет. Тут то же самое надо сделать. Мы делим эту область. Надо прихватить черным до и после. Все. Осталось только вот это антисея и тайляда. И еще такой вопрос. Допустим, вам нужно вообще какую-то запись полностью удалить из работы. Вот. Для примера. Скажу, что мы законы МАНУ хотим вообще отсюда удалить. Как это делается? Идем в наш индекс-лист. Ищем строку закона МАНУ. Вот она. Так, это нам уже не нужно. Разворачиваем. Подготовить задание на работу с текстом. Подготовили. Вернулись в верстку. И здесь сейчас тоже в файле говорим не добавить, а удалить. Из индекса выбранную запись. Удалить можно только одну запись за один раз. Обработать. Вот он пишет законом МАНУ. Обработано. 21 запись найдена. Смотрим. Законов МАНУ больше здесь нет. Это сделано. Вот то, что я сейчас хотел рассказать, я рассказал. Я хочу, чтобы вы попробовали добавить какую-то запись свою в этот индекс. Вот то, что я последний сделал. Добавить. Сделал гребный опрос. Добавить вот этот номерок. Поскольку без него работать не будет. И, естественно, все должно быть черного цвета. Это помните. Это уже об этом говорилось. И удалить. И удалить Ильяду и Одиссею. Вот те кусочки при помощи скрипта, который называется удаление ненужных записей. И попробуйте удалить какую-то запись полностью, целиком. Вот это все, конечно, третьего же нет.